К другим темам. Выборы закончились, победители и проигравшие определены. Уже в следующий вторник состоится первое заседание законодательного собрания нового созыва. На нем депутаты определят председателя парламента и руководителей комитетов. Кто это будет пока не ясно, но очевидно, руководящий посты займет Единая Россия. Хотя оппозиция готова бороться за места председателей депутатских комитетов. Но получится ли? Ведь до сих пор в оппозиции согласия нет. Как поругались, так и не могут прийти к общему знаменателю. Юрий Мишенин поговорил с парламентским меньшинством. Все депутаты законодательного собрания определены, сфотографированы на удостоверение и уже провели собрание. Вот фамилии тех, кто будет в парламенте работать. От справедливой России один депутат, от либерал-демократов шесть, от коммунистов тоже шесть. От Единой России 34 человека. Большинство способное решить любые вопросы. А вот оппозиция, чтобы ее голос звучал более убедительно, нужно идти единым фронтом. Однозначно мы будем продолжать сотрудничать с фракцией «Справедливая Россия». Мы настроены на очень активную работу. Планы у нас большие. Конечно же, мы будем пытаться занять все возможные должности в комитетах. Поэтому у нас совершенно боевой настрой. КПРФ почему не на зале? И КПРФ, конечно же. Но то, что для ЛДПР однозначно, то для «Справедливой России» не очевидно. Владимир Фролов, хоть и в единственном числе в ЗАГСОБе, но тоже сформирует фракцию. И тоже определит, с кем будет работать, а с кем никогда. Мы будем тесно работать с фракцией ЛДПР. Потому что она показала на этих выборах свою настоящую оппозиционность и, скажем так, свою самостоятельность. От власти нынешней, от власти Единой России. К сожалению, этого не показала партия КПРФ. Я ее даже назвал «Коммунистическая партия Единой России». А значит, о совместной парламентской работе не может быть и речи. Правда, в КПРФ от таких заявлений слезы не льют. Говорят, какое объединение сил, когда партии хоть и альтернативные, но задачи решают разные. Максимум, что может быть, координация. Координироваться? Да, обязательно. Непременно. А объединяться? Ну, как можно объединить ЛДПР, Либеральную демократическую партию России, которая, на самом деле, с моей точки зрения, ясной идеологии не имеет. Вот если ее расшифровать и подумать о том, что они говорят, ну, как бы уже даже диссонанс возникает. И КПРФ. Ну, совершенно разные идеологические подходы, разные цели, разные задачи, которые мы хотим достичь, которые они хотят достичь. Раз цели разные, то и добиваться их, скорее всего, будут по отдельности. А все знают, что получается, когда в товарищах согласия нет. То есть, в ближайшее время решится, будет ли единая парламентская оппозиция, и определится судьба альтернативного правительства. Юрий Мишенин, Владимир Семенов, Вадим Нечаев. Наше время.